Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что делать, например, в такой ситуации? У нас очень сильно болел самый близкий и родной человек, и вся семья очень сильно молилась, очень искренне верила, и мы ездили на святые места, но он умер. Не умер, а ушел из жизни. Ну да, и теперь у всей семьи идет глубокое, очень сильно разочарование именно в Боге, в молитве, хотя я понимаю, что выход именно только в этом. Почему разочарование? Вы чего хотели? Человек пошел в рай, вы его очистили, и он пошел в рай. Все. Он сейчас там испытывает счастье. Он становится ангелом-хранителем вашим. Ну, это же нужно понять. А вот я вам и говорю, что это надо понять. Потому что у нас свои планы, у Бога свои планы. Да, вот я, например, это понимаю. Он вас застал молиться, думаю, вот сейчас я его в рай, давайте молитесь. И он в рай сразу. Он так здорово, ну, молодцы, отмолили все, пошел в рай, отлично. Все. Но это нужно понять и принять. Планы Бога выполнены. Слушайте меня внимательно. Не для средних умов, то, что я сейчас скажу. Один мужчина подошел ко мне в Челябинске. По-моему, позапрошлом году или в прошлом. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня была очень возвышенная семья. Все молились. Сначала ушел из жизни мой ребенок от болезни. Мы перенесли это. Потом ушла из жизни жена. Тоже как-то смогли перенести. И потом оставшиеся двое детей один за другим ушли в жизни. Все. Я остался один. У меня была очень возвышенная семья. Мы любили друг друга. У нас не было конфликтов, как вы говорите в лекции. Они все ушли из этой жизни. Я что, проклятый? Почему так получилось все? Я посмотрел на него и говорю. Ну, вы же знаете ответ. Почему вы меня спрашиваете? Вы же знаете, что все ваши родственники ушли наверх, на высшие планеты. Они в состоянии счастья там находятся и вас ждут. Когда вы уйдете из жизни, вы попадете к ним. Почему вы меня об этом спрашиваете? Вы ведь уже знаете об этом. И он такой посмотрел на меня. Говорит, я знаю. Но я не ожидал, что вы тоже знаете. Говорит, я сказал Богу, если Он скажет мне то же самое, значит, я тебе поверю. И он пошел счастливый и говорит, я все знаю. Спасибо, все, я все знаю. Я знал это раньше. Я это чувствовал, что они меня ждут, что они счастливы. Но я не хотел это принимать. Мне было обидно, что я остался здесь. Поэтому я страдал. Но теперь я не буду страдать. Все. И он пошел счастливый. Это не для средних умов, то, что я сейчас говорю. Понимаете? Не для средних. У вас та же самая ситуация. Человек пошел вверх. Он счастлив. Он вас ждет. Вы же знаете об этом или нет? Вы знаете об этом? Я это знаю, но родственники этого понять не могут. Если я им скажу, что он вас ждет, то это их приблизит больше к суициду какому-то. Но не говорите им об этом. Но вы знаете же. Почему тогда вы страдаете, скажите мне? Почему мы считаем, что мы за Бога должны решать, кто где будет жить? Мы что, Боги здесь, что ли, собрались? Бог сам решает, кто где будет жить. Один великий мудрец, он был еще поэтом, к тому же, написал стихи. Интересные стихи. Они означают, что он наставление давал своей жене о том, как она будет жить, когда он уйдет из жизни. Счастливо жил с ней. И решил перед уходом и написать стихи о том, как она его будет вспоминать, как она потом к нему придет, что любовь между ними остается, и она является вечным законом, побеждающей смерть. Три стихи очень поэтичные. Они рассказывают о том, что когда ты почувствуешь меня, то это не сон. Это правда. Мы не можем ничего изменить в этом мире. Все уйдут из жизни. Никто здесь не останется. Уйдут в другую жизнь. Дальше. Пока в вечную жизнь не попадут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok